так друзья всем привет приветствую вас на канале саморазвитие в походе сегодня у нас объем обзор будет курточки ял равен серии bertagen вот которая специально предназначена для вот таких от восхождений на горы вот у них еще есть трекинговая серия кеп собственно у меня есть трекинговой серии кеп на мне сейчас одеты и шапка он там вы видели палатку флиска штаны с одной штаниной вот курточку bertagen я специально взял не из трекинговой серии кепа из треки серии bertagen а потом объясню почему посмотрев при этом много обзоров и отзывов значит мембранка сделана из мембраны вот собственной разработки кашел фиал равен а то есть это полностью экологичная мембрана в отличие от других мембран которые очень сильно портят природы все остальное потому что там есть и фон а это их собственно собственная разработка именно без поровой мембраны как вы знаете там мембрана делится на поровую беспоровую я сейчас не буду рассказывать преимущество той и другой но скажу преимущество беспоровой мембраны она очень износостойкая в носке как таковая значит беспоровая мембрана начинает выводить влагу когда эта влага скапливается на ней она как бы ее проводит потом наружу курточки должны сохраняться условия что внутри должно быть теплее чем снаружи то есть наружу должно быть холоднее вот компания фиала равен именно выбрала беспоровую мембрану с этих предположений что она износостойкая плюс у нее очень высокая вода и паропроницаемость 25-30 это достаточно для того чтобы ходить под сильным ливнем но при этом оставаться в сухости внутри не потеть короче говоря снаружи снаружи на она обработана экологичной двр пропиткой в целом на мне находится размер м сейчас при этом при всем что у меня вес 72 килограмма рост метр семьдесят четыре и я выбрал специально такую длину почему именно эту серию потому что она длиннее чем кебовская серия и она доходит и хорошо закрывает мне самые жизненно важные органы скажем так потому что это очень важно сильной дождь и в сильный ветер и плюс ко всему когда идет дождь то вода с мембраны уже стекает ниже ног если курточка находится выше то вода с мембраны будет стекать по органам где будет не очень приятно в общем это делать на когда я сразу купил я сначала подумал что великоватый размерчик для меня но когда я начал пользоваться я увидел насколько это круто что я купил этот размер почему потому что когда вы выбираете мембранную курточку для универсальных условий лучше брать больший размер за счет того что под низ под одеваются слои и теперь я эту под эту курточку даже могу подадить пуховку могу подадить еще несколько слоев так как она предназначена для зимних условий мой вам совет не берите никогда тесную мембранку а берите такую чтобы она не было немного просторной но при этом при всем когда я ее застегиваю как мне кажется она на мне не кажется мешковатой я могу свободно поднять руки здесь удлиненный рукав до соответственно внизу велкора репучка которая очень кола классный качественно сюда вшита я посмотрел как это делается на других куртках я просто прозрел от того насколько она здесь качественная плюс она может застегиваться на перчатки тоже сверху размера достаточно здесь хватает что очень важно да в том числе и для зимней курточки она очень классно кстати для горнолыжки но я ее беру абсолютно во все свои походы вот даже обратите на деталь велкора липучка прошита здесь дополнительной усиливающей строчкой кстати здесь идет нейлон и этот нейлон с репстопом он за репстоп ли на я не знаю вам видно или нет вот она вот такая вот строчка вот что придает ей еще большие свойства на разрыв так с чего поехали наверное с капюшона потому что здесь это удивительная вещь капюшон имеет большой размер поэтому его можно одеть на шлем на маску на каску точнее сказать ну и на маску тоже и когда в него застегиваешься фактически можно выглядеть как партизану при этом снег никуда залетать не будет и очень хорошо регулируется потому что и здесь двойная двойная регулировка опа я же делаю на этот ничего переведем звук сюда здесь двойная регулировка с одной стороны можно отрегулировать натяжение за счет вот этих хлястиков вот вот здесь стоят чик можно ее послабить ну и можно утянуть дальше ближе вот например вот так а а можно наоборот послабить ее и сделать капюшон вот такой вот если у вас напугу допустим там каска или еще что-нибудь достаточно высокий воротник который защищает от одно морожение лицо но при этом для меня он очень универсальный потому что я могу его микрофончик здесь использовать таким вот образом могу даже вот так подкатить натянуть и тогда он приобретает свойства обыкновенного воротника вот то есть курточка предназначена фактически для самых суровых условий здесь идет флиз на области возле подбородка что не натирает с этой стороны тоже самое делает ее очень комфортным очень качество про проклеенные швы качественно ни один знакомый который занимается спортивной одеждой он когда увидел эту куртку он сказал блин это действительно топ из того что я видел по качеству исполнения значит молния юки кей здесь идет везде и чем она удобно она тракторная это очень классно это очень удобно вот она хорошо расстегивается и на верхней есть хлястик для работы в перчатке и все молнии оснащены вот такими вот приятными на ощупь резиновыми наконечниками с логотипчиками фиал равен вот все молнии юки кей конечно поехали дальше значит молния передние двухсторонние она расстегивается вот так и внизу есть кнопочка то есть его можно отстегнуть ее можно зафиксировать можно сделать любую регулировку которую хотите дай которая вам удобно при носке рюкзака там или без рюкзака снизу есть утяжки тоже на такой вот как по мне очень качественной фурнитуре всего лишь одной рукой потянув вы утягиваете ее снизу вот и ветер не будет задуваться можно легко послабить бах все работает превосходный обыскал значит по бокам есть боковые молнии которые тоже имеют разрез под перчаток они хорошо регулируются кстати вот эти резиновые штучки они очень классные в отличие от железных тем что они не шелестят не бьются его тут тряпчатая вставка резиновая штучка и на ветру никакого шелеста вообще не слышно но при этом легко открыть за счет того что тракторная молния и легко ее закрыть и везде вот здесь вот например спереди идет еще ветрозащитная и влагозащитная такая вот вставка соответственно на курточке дальше растягиваем два кармана наполеоновского типа да так на наполеоновского да потому что типа их придумал наполеон и на самом деле при носке рюкзака они невероятно удобны потому что когда здесь я застегиваю пояс то карманы которые находятся здесь они не функциональны вот а в эти карманы я имею легкий доступ всегда с рюкзака и в каждом карманчике есть такая сетчатая вставка такая же как на штанах тел равен и сюда можно положить что-то телефон там допустим деньги и это сетчатая вставка она не идет до дна что очень удобно ну и кармана не просто здесь вот они они огромные сюда можно и карту ставить точно такой же карман с точно такой же сетчатой вставкой на эластичной резинки до дна вентиляция по бокам очень функционально потому что здесь две молнии можно растягнуть снизу допустим одеваешь пояс под рюкзака здесь он как раз и у тебя получается нижняя вентиляция можно растягнуть сверху ну короче регулируешь как хочешь очень удобно в этом плане вот что я хочу еще добавить в целом многие говорят что типа классно было бы если по не сделали еще карманы здесь но по сути я вам хочу сказать что эти карманы не нужны если хочется кому-то греть руки я просто открываю вентиляцию и руку засовываю вот в этот карман который у меня находится во втором слое тем самым как они сэкономили на весе самой куртки очень сильно и при этом функциональность стала еще шире потому что эти бы карманы которые были бы здесь на многих курточка я смотрю трекинговых есть они мешают и при застежке пояса они становятся не функциональны вообще просто как ненужный элемент здесь же это все лишь но вот пожалуйста две руки в кармане даже при застегнутой курточки вот и его можно очень легко руки рукам быть в карманах что я хочу сказать испробовал я ее при разных вариантах при разных условиях я ходил по ливню в ней естественно ничего не промокало от двр пропитка немного подстерлась на плечах но это абсолютно и никак не мешает у меня есть двр пропитка от фиал равена но я пока даже не использовал ее в пропитке прошла она уже наверно похода четыре или пять кстати ткани наружная очень функциональная она не шелестит как целлофановый пакет у многих мембранных курточек или установок я купил мармотовский там она как блин целлофановый пакет шелестит здесь она сделана с нейлона такая мягкая на ощупь крутая классная берешь в руки продукты видишь премиальное качество и в молнии здесь они получаются ламинированы вот и проклеены вот они ламинированные самой мембраной вот поэтому она подходит и для снежных условий для катания на лыжах для походов снежные горы она подходит для влажных условий короче говоря это такой классный функциональный элемент который я беру везде с собой немножечко обзора изнутри чтобы вы видели качеству проклейки швов даже та же самая фишка как у них сделан хлястик на который вешать саму курточку вот смотрите один снаружи вот то есть его можно вешать просушивать на капюшоне обратите внимание даже там где идет утяжка есть вот такой вот клапан который способствует тому что вода не будет затекать а кстати тут везде в курточку встроенные рэка датчики вот капюшон такой жесткий сверху тут какая-то вот то ли проволока то ли пластик находится поэтому он хорошо держит форму когда идешь в нем такая вот форма очень классно держится и рэка датчики встроены поэтому у нас они хоть в украине не работает но зато в европе даже вот на шее что очень приятно сзади да идет флисовая вставка то есть шеи сзади не холодно потому что сама мембрана она имеет такой вот холодящий эффект вот ну и качество свой швов посмотрите сами эта курточка на которой висела рюкзак уже несколько походов забыл еще об одном элементе вам сказать этой куртке который мне очень нравится нашивки специальные на руках из материала с дайне манитью то есть это как раз те зоны которые подвержены максимальному истиранию у меня кстати еще штаны есть из этой серии или когда мы например там падаем в походе там то фактически мы падаем всегда на локти или к снегу у нас локти служат опорой то здесь эти вставки они такие очень мягенькие клёвые под ними тоже находится мембрана они не промокают вот потому что у меня еще есть серия штанов этой же самой серии до мембраны я чуть позже сделаю обзор там эти вставки находятся на местах максимального тоже истирания ну в принципе так воду отводит отлично складывается вы спросите как же она складывается я складываю вот так вот свернутом виде я беру так оба цвет этот называется у них типа темный сумрак да я просто скручиваю запихиваю в свой же капюшон все вот она свернутом виде раскручивается очень быстро и легко вот ну из недостатков наверное ее вес но вес здесь компенсируется это трехслойная мембрана самом качестве мембраны везде грамотно сделанные люверсы да ну и изнутри хорошо проклеенные швы в общем друзья на этом у меня все спасибо за то что досмотрели до конца в описании есть ссылка на мой телеграм-канал где мы формируем тусовку для походов потому что мы в походы ходим не просто так с элементами саморазвития даже есть у нас видосики смотрите подсматривайте применяйте эти практики используйте полезные походы для себя кому понравилось видео ставьте лайк кому не понравилось видео ставьте дизлайк если что-то сказал некон корректно поправьте в комментариях расскажите про свои курточки в которых вы ходите вот эта курточка легкоходом естественно не подойдет но тем людям которые любят качество которые любят универсальность которые любят премиальный продукт как по мне это самое то будет интересно расскажу где я купил по распродажам ее скажите я вам в комментариях тогда отвечу скину ссылочки на сайты мне за это не платят вот но тем не менее я вам готов помочь все всем спасибо пока рад был вас видеть на канале саморазвития в походе